Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о посланиях апостола Иоанна, и сегодня мы читаем второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами Богодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Старец, это очевидно сам апостол Иоанн, а вот избранная госпожа, к которой он обращается, это церковь, и детям ее, очевидно, членам церкви, которых я люблю поистине, не только я, но и все познавшие истину. Познание истины, оно проявляется в том, что мы любим церковь, мы любим других христиан. Да будет с вами Богодать, милость, мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Это обычное для апостольских посланий преподание Богодати. Апостол еще раз обращает наше внимание на мир и милость, которую к нам проявляет Бог. И далее он говорит, я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Давайте вот на что обратим внимание. Апостол весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине. Обычно падший человек ищет, чего бы покритиковать, на что бы обратить внимание, на какие бы недостатки. Но апостолы начинают не с этого. Апостолы начинают со слов утешения, ободрения, поддержки и выражения своей радости, что они радуются тем, что нашел из детей твоих, ходящих в истине. Они находят что-то доброе, что-то хорошее, что-то, что они могут одобрить, и вот начинают с этого. И важно, когда мы общаемся с другими людьми, часто бывает, что когда мы видим, что все в порядке, ну мы как-то и не обращаем внимания, но в порядке и в порядке, вмешательство не требуется. Мы вмешиваемся, когда мы видим, что-то идет не так, что-то идет неправильно, ну или нам кажется, что неправильно, и мы тут начинаем уже активность развивать. Апостолы дают нам пример немножко другого отношения. Да, они обличают неправду, да, они предостерегают об опасностях, но они начинают с того, что говорят нечто хорошее. И когда мы хотим кого-то исправить, ну допустим, человек действительно неправ, заблудился, его нужно наставить на путь, но начать лучше всегда с чего-то хорошего, это, по крайней мере, расположит его сердце нас слушать. Потому что когда мы сосредотачиваемся на критике, человек склонен всегда закрываться или выдвигать какие-то контрабвинения. Вот апостол нам показывает пример, что начинать надо с чего-то хорошего. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Самое главное в христианской жизни, самое главное в христианской этике – любить друг друга. Но при этом любовь имеется в виду именно в библейском контексте, не просто испытываясь какие-то переживания в отношении друг друга. Переживание – это вещь уже такая вторичная. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. И апостол постоянно об этом говорит, что любовь проявляется в хранении заповедей. Не в эмоциях как таковых, а в хранении заповедей. Мы можем испытывать к человеку неприязнь. Он нам может быть неприятен, может нам не нравиться, может раздражать. Но мы можем проявлять к нему любовь, мы должны поступать по заповедям. И когда мы поступаем по отношению к нему, по заповедям, когда мы делаем нечто доброе и справедливое по отношению к нему, мы замечаем, что наше сердце смягчается. Он уже не кажется нам таким противным. Он уже не вызывает у нас такого раздражения. Мы уже начинаем находить в нем нечто доброе, хорошее, привлекательное. Так устроена человеческая душа. Когда мы с кем-то обращаемся дурно, с кем-то мы обращаемся несправедливо, мы приобретаем уверенность, что это плохой человек, и наша неприязнь к нему вырастает. Ну, потому что мы же не можем самим себе признаться, что мы напрасно человека обижаем. Раз обижаем, есть причина. Раз обижаем, значит, вот он плохой и этого каким-то образом заслуживает. И чем больше мы плохо поступаем по отношению к человеку, чем больше мы нарушаем заповеди в его отношении, тем большую неприязнь мы к нему испытываем, получается такая нисходящая спираль. Допустим, я про кого-то написал гадость в интернете, просто поспешно и не подумав. И люди начали меня упрекать и говорить, что я не прав. Я хочу убедить себя, что я все-таки прав. Я ищу подтверждений, что человек, которого я обругал, он действительно плохой. Что я все правильно сказал, что на самом деле человек негодный. И чем больше я ищу эти подтверждения, тем больше я себя уверяю, что он плохой, что он заслуживает такого отношения к себе, и тем легче я продолжаю грешить в его отношении. И получается так, что чем дальше, тем хуже, и можно дойти до весьма большого зла. Но когда мы поступаем по заповедям, даже если изначально мы к человеку не расположены, но мы поступаем по заповедям, вот как Господь заповедовал, так мы и делаем, наше сердце смягчается, это работает в обе стороны. Когда мы поступаем по заповеди, поступаем справедливо, мы не испытываем уже больше к нему такой неприязни. Поэтому так важно молиться за врагов, так важно молиться за людей, которые нам не нравятся, активно не нравятся. Потому что молитва – это самое простое богодеяние, самое простое доброе дело, которое мы можем человеку сделать, когда мы человеку делаем доброе дело, наше сердце смягчается. И иногда смягчается и его сердце, иногда чудесным образом оказывается, что человек, с которым у нас ссора, с которым у нас конфликт, он меняется, когда мы решаем поступать в отношении его по заповедям. Он может поступать как угодно, а я буду поступать по заповедям. И через какое-то время мы можем заметить, что его сердце смягчается. Это та заповедь, которую мы слышали от начала, чтобы мы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего в оплоте. Такой человек есть обольститель и антихрист. И мы видим, что для апостола любовь не означает, что все время надо гладить по шерсти, никогда нельзя говорить ничего обличительного. Нет. Апостол видит обольстителей, он видит обманщиков. Он прямо их называет. Он говорит, многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего в оплоте. Такой человек есть обольститель и антихрист. То есть он обманщик, обольститель, и он антихрист. Он уводит человека от Христа. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Это требует от христиан определенной бдительности, чтобы не совращаться за обманщиками, не следовать за уже учениями. Это ни в коем случае не дозволение ненавидеть уже учителей, но это повеление от них удаляться, это повеление не иметь с ними дела. «Всякий, приступающий учения Христовы, не пребывающий в нем, не имеет Бога, а пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Апостол здесь говорит о уже учителях, о неких еретиках, которые приходят и не приносят всего учения, которые проповедуют какое-то учение, которое не является учением апостолов, и апостол говорит, что мы не должны их принимать. И мы видим здесь, что любовь – это не делание ближнему того, чего он хочет, это желание ближнему блага. Иногда человек сам себе блага не хочет. Иногда человек пребывает в состоянии самообмана и обманывает других. И такому человеку стоит говорить «Нет». Его стоит не принимать, его стоит не приветствовать. Потому что, когда мы имеем дело с раскольником, с обманщиком, с человеком, который совращает людей с пути спасения, мы должны от него удаляться. Причем апостол не говорит, что мы должны его ненавидеть, он не говорит, что мы должны его преследовать, он не говорит, что мы должны побуждать кесаря, чтобы кесарь его в тюрьму посадил, Нет, но он говорит, что мы должны такого уже учителя не принимать. Многие имею писать к вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и поговорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной. Сестра, очевидно, это другая церковь, другая церковная община. Ну, мы бы сказали другой приход. И он называет эту церковь, эту общину избранной сестрой. Вы слушали беседу в цикле бесед, который представляет библейский портал Exegget.ru.